Первая техническая заливка льда прошла в Ледовом дворце Сергеева Посада. Строительство его ведется в микрорайоне Углич напротив районной больницы. Глава района Сергей Пахомов проинспектировал строительство спортивного объекта и вышел на первый городской лёд. Это первый в их опыте лёд, в который система хладоагента не потекла. Ну то есть тысячи трубок мы поймали с первого раза. Очень хочется отметить качество света, потому что это тоже лед с федоуменными освещения. Это очень важно. Игроку, и вратарю, которые постоянно стоят. То есть концентрация позволяет мне здесь действительно очень, грубо говоря, очень устают глаза после концентрации. И освещение очень-очень хочется отметить. То есть свет есть? Да, очень хорошее. Сейчас толщина льда не превышает двух сантиметров. Этого достаточно, чтобы опробовать новую систему на коньках. При постоянной эксплуатации ледовое покрытие будет двухслойным. Температура льда поддерживается в автоматическом режиме. Если случится неисправность, то она тут же отобразится на приборах. Системы сделаны порядка 90%. Система ледоподготовки, заливки льда, водоподготовка, абсорбция, то есть сушка воздуха на территории ледовой арены сделаны в 100%. Сейчас данная система работает в штатном режиме. В районной федерации порядка 400 хоккеистов, не считая детско-юношеских школ, которым приходится ездить на тренировки в Мытище, Дмитров, Балашиху и Щелково. Что доставляет определенные неудобства. По словам председателя попечительского совета района федерации хоккея, капитана команды «Загорск» Никиты Кабешова, в Сергиево-Посадском районе развит любительский хоккей. И появление своего искусственного льда ждут многие. Мы этого события ждали очень долго, и сейчас это реально, я его стою, трогаю. Это почти невозможно, но это есть. К огромной радости. Качество коробки, качество ледового на самом деле очень высокое. Я уже могу это сказать, как повидавший немало льда. То есть качество вообще всего, то, что здесь происходит, то есть это начинается с раздевалок, это заканчивается дышевыми и так далее. И качеством отделки это очень важно. Для нас это очень приятно. Это как бы высший уровень, которого мы даже ожидали. Строительство ледового дворца в Сергиевом-Посаде идет опережающими темпами. Работы начались в середине февраля. За полгода построили административно-бытовой корпус, раздевалки, хозяйственные помещения. Согласно контракту, ледовый дворец в Сергиевом-Посаде должен быть сдан в эксплуатацию 23 октября. Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События». Программа «События». Программа «События». Программа «События». Программа «События».